Только ручной труд, только авторские изделия. Руководитель беломорских узоров Ксения Карельская может часами рассказывать о каждом рукотворном изделии мастеров. За полувековую историю предприятия их выполнено тысячи. Они нашли место в домах северян, были увезены как сувениры в другие регионы и даже на другие континенты. Деревянные короба всегда радуют американцев, японцы в восторге от мизенской росписи. Что увозят с собой на памяти, а как правило? Конечно же, это наши знаменитые щепные птицы. Это, кстати, изделие наше запатентованное. Знаменитые птицы счастья уже готовятся прилететь на арктический форум. Их, речики беломорских узоров, заготовят свыше тысячи экземпляров. В создании северного чуда, как выяснилось, хитрости нет. Туловище и крылышко. То есть две части у щепной птицы? Да. Кроме щепной птицы, специально из Каргополя на форум приедет глиняная армия белых медведей. Будут и другие сувениры. Все они разместятся в специально сшитых сумках из хлопковой ткани. То есть, возможно, даже такие сумки получат первые лица государств, которые приедут на нашу форум? Да, конечно. Гости форума увезут из Архангельска на память не только подарки и сувениры, но еще и оденутся по последнему слову поморской моды. Вот в такие замечательные свитера, шарфики с традиционными северными узорами. Ну, а в дополнение вот такая вот шапочка. Одним словом, гости международного арктического форума станут настоящими поморами. А когда наши гости полетят в родные края, вместе с ними полетят и холмогурские коровы. Да-да, именно такие тоже можно приобрести в качестве сувенира. Поскольку Архангельск также является родиной холмогурской породы скота, поэтому летающая корова у нас тоже улетает далеко из Архангельска. Холмогурская резьба по кости – это тоже старый древний поморский промысел, который вообще возник в незапамятные времена. И от каких-то простых утилитарных вещей уже перешли к украшениям и к каким-то таким тоже вещам, которые тоже вот как бы характеризуют промыслы Архангельской области. Кстати, о промыслах. Добыча водорослей – один из них. Архангельский водорослевый комбинат тоже готов многое рассказать гостям Арктического форума. Несколько о разнообразии продукции, сколько о возможности поставлять ее для арктических нужд. Витамины и микроэлементы, особенно йод, остро необходимы в суровых условиях заполярья. У нас вся продукция натуральная, у нас химии нет абсолютно. Поэтому она уникальна. И вообще, это уже ученые доказали, что чем ближе к полюсу, тем трава, водоросли, растения больше богаты витаминами и микроэлементами. А благодаря умельцам из творческой мастерской Архангельский пряник, гостям форума и по Чумбаровке гулять не придется. Вот же она, эдакая козуля в 3D-формате. Дома, лавочки, деревья, фонари. Пряничную композицию эксклюзивно первой увидела наша съемочная группа. Повезет и гостям форума. Такие композиции, конечно, очень трудоемкие. Сначала необходимо сделать выкройку, затем испечь определенные детали. Данные проекты, конечно, рождаются обычно не так быстро, но в этом случае проект родился на эмоциональном подъеме. Ярмарка изделий мастеров художественных промыслов пройдет в первый день арктического форума в гостиных дворах. И вновь работы северных умельцев получат прописку по всему миру. Артемий Заварзин, Евгений Зыков, Денис Линчевский. Семь дней в регионе.